Суд над российским гражданином Романом Селезнёвым в США займёт от трёх до четырёх недель. Его обвиняют по 40 преступным эпизодам, связанным с кражей номеров, кредитных карт и их продажей. Обвинение считает, что Селезнёв нанёс ущерб на сумму до 170 миллионов долларов. В свою очередь адвокат Селезнёва полагает, что три недели это консервативная оценка, а скорее это будет месяц, ведь защита намерена уделить значительное внимание перекрёстному допросу свидетелей обвинения. Их будет около 20 человек, включая агентов ФБР и секретной службы США, компьютерных экспертов, а также владельцев пиццерии, которые заявляют, что пострадали от действий так называемого кибермошенника. Суд тем временем не будет рассматривать ни обстоятельства его задержания, ни перемещения на территорию США. Этот вопрос отложат до стадии апелляции на приговор. Между тем стало известно, что Роман Селезнёв нуждается в медицинской помощи, которую ему не оказывают. Пять лет назад он был серьёзно ранен во время теракта в Марокко. У мужчины шрамы по всей голове и множественные травмы. Романа Селезнёва задержали на Мальдивах два года назад. Защитой российский МИД назвали такой арест банальным похищением.